Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает вопадом. Сегодня речь пойдет о книге Роба Биддальфа «Пес не тот». «Пес да не тот», как говорит нам автор этой книги и художник. Он нарисовал и в доступных, очень-очень простых образах сформулировал и подал для маленьких читателей, для самых главных наших читателей, очень сложную и интересную мысль. Для родителей здесь есть на клапане суперобложки, подсказочка, но я уж не буду цитировать аннотацию, пересказа книги вполне, мне кажется, будет достаточно, для того, чтобы понять, для чего эта книга. Посмотрите, как классно играет суперобложка. Ничего более веселого и замечательного, чем эти прекрасные таксики, и вот наш главный герой, «Пес, который не тот», просто не придумать. А здесь, вот оно, насыщенный автомобильный трафик, вот этих желтых машинок игрушечных с таксиками. И только один из них выбивается из всего движения, посмотрите, правильно, он в центре едет на велосипеде. И это так. А сама обложка, сам переплет, еще больше выделяет эту мысль. Вот эти абсолютно одинаковые таксики, причем такие серьезные, в галстуках, белые воротнички, значит, чопорный совершенно деловой костюм, но просто такси с Уолл-стрит, не иначе. И вот их здесь много-много-много-много-много, и только «Пес не тот» напоминает, что это не какой-то паттерн, а обложка книги. А «Супер» делает книгу яркой и привлекательной для тех, кто, значит, еще читать не умеет, но все хватает ручками. Вот, значит, жизнь этих прекрасных таксиков, коими полон этот таксиковый мир, она полна забот. Вот, посмотрите, жизнь кипит. Но кипит она в строго, значит, распределенном пространстве, расчерченном. Как бы самой композиции художник дает нам понять, что жизнь полна строгих правил, и их выполнение – это твой долг и твоя обязанность, да. Но так ли это на самом деле? С утра у псов полно забот. Все, как всегда, за годом год. Вот «Трафик», вот, значит, это идеально ровное движение по тротуару этих псов. И вот прекрасные совершенно футбольные команды, которые больше напоминают атаку матросов на зебрах, да. Все такие полосатики. Вот, но тоже в идеальном порядке. Все строго регламентировано, как в правилах, скажем, спортивной игры или, допустим, футбола, да. И только один таксик чувствует себя по-другому. Здесь, опять же, пловец, моряк, страж и солдат – все как один и каждый рад. Очень хорошо подобраны именно типажи, потому что они позволяют одеть в униформу, возможно, и разных внутренних собачек, да, и сделать из этих таксиков вот такую вот прекрасную, значит, подборочку, такой заборчик, да. Ну, вы все узнали о шотландских гвардейцах, которые, значит, дворец английской королевы сторожат, да. В данном случае это тоже таксики, вот, и это прекрасные совершенно. Но, посмотри, один чудак ведет себя совсем не так. Итак, знакомьтесь, наш хипстер. Ну, потому что, иначе как хипстером его просто не назвать. Это совершенно потрясающий персонаж. Он такой, значит, кайфует, одетый в некое подобие шарфа-пончо такого намотанного, да. И вот, значит, это прекрасный, значит, в ушах его другой мотив. Значит, естественно, он очень сильно отличается от этих лоу-стритовских, значит, биржевых маклеров. Вот. Они летят, а он парит. Они бегут, а он стоит. Он не знает, что делать ему в этом, значит, мире четко-четко распределенного футбольного поля. И даже на концерте он сыграть не может в унисон. Вот говорите, что хотите, ей-богу, воля ваша. Но вот это вот катастрофическое количество совершенно одинаковых таксиков со скрипочками. Ну, просто пугать начинает эта картинка. Ну, это же действительно мир, где все четко. Да, а он вот такой с электрогитарой, такой вот бременский музыкант, такой вот парень поперек всем. Вот. Вздыхает пес, да, это так, я в этом городе чужак, и потому мне в путь пора, не стану ждать я до утра. Дальше начинается его скитание, да. И вот он отправляется на своем велосипедике. Скитание длятся целый год, значит, все времена года. Повод повторить их с юным читателем. В разных краях совершенно потрясающая картинка, где он лазит по горам. Господи, бедняга, да, как ему тяжело, а. Ну, это же, ну, в общем, конечно, лапки его не приспособлены для альпинизма. Вот. И чемодан выпал, летит вниз. Но здесь дело даже не в том, что это юмор, а это повод, опять же, показать самому-самому юному маленькому читателю, как сможет, как интересен, разнообразен мир. Итак, Доги Вуд. Ну, вы догадались уже, о каком городе идет речь. Вот, Доги Вуд, который полон, переполнен такими же хипстерами. Посмотрите, он попал из мира одних таксиков в мир других таксиков. То есть, один стандарт поведения заменен другим стандартным поведением. И волейбольные площадочки, такие, знаете, такие вот, неформальные, вместо расчерченного, аккуратненького травинка к травиночке футбольного поля внизу. Вот. Значит, и в каждом окне, каждого домика, значит, на склоне Голливудского холма таксик-гитарист, да, такой же, значит, нон-конформист. Вот они тут все прекрасные совершенно. И прищемленные окнами лимузинов одинаковые разноцветные шарфы развиваются. Вот. Вот он попал, значит, в месиво себе подобных. И тут он увидел другого, не так одетого. Хочется, чтобы свитер был с оленями, но свитер просто свитер теплый, да. И, конечно, в Голливуде такой свитер, ну, мягко говоря, не по сезону, да. Вот. Они знакомятся, естественно, дружатся. И, естественно, наш таксик уверяет его, что он точно так же имеет право на существование. И он точно так же не должен чувствовать себя несчастным и чужим. Потому что есть где-то место, где полно таких. Вот. Я нашел такое. Вот. И это наводит на очень правильную и очень умную мысль самого главного героя. Наш пес моргнул, хвостом вельнул и нерешительно кивнул. А он ведь прав, подумал пес. Быть мной не стыдно, выше нос. На сердце стало веселее, он улыбнулся до ушей. Прости, но мне пора домой. Ну что ж, удачи, будь собой. Это очень важный призыв. И вот он возвращается домой, в мир вот этих вот размеренных Уоллд-стритов, да. Смотрите, кто здесь, Пёт, не тот. А его там, оказывается, ждут. Знаете, комграну салис с крупинкой соли, понимаете. Вот он тот был, та самая соль земли, которой не хватало, да. Им скучно без этого чудика. Они совершенно не могут без него нормально себя чувствовать. Посмотрите внимательно, как это тонко передано. Всё как всегда, всё нормально, да. Но только таксики на том тротуаре, где наш герой, да, они все смотрят не в противоположные стороны, идут аккуратными рядами, просто как в антиутопии какой-то, да. А они все оглянулись на него. И все радостно ему улыбаются. И все на него смотрят. И даже все футболисты, да, смотрят вовсе не туда, куда должны смотреть, да, а смотрят на нашего таксика, нашего героя. Наконец-то он вернулся. И он счастлив. Видите, ему устроили такое често воде прекрасное. Вот эти вот чопорные, значит, прекрасные джентльмены устроили ему такой праздник. Потому что взгляни вокруг, полно собак, и все ведут себя не так. Это ещё более-менее приличное общество. Здесь не считая одного панка, значит, с этим с Хайером, здесь и остальные такси приличные. Вы посмотрите, что на следующем развороте нас ждёт. Да, да, вот она. И все цветы, все флаги в гости будут к нам, и все цветы, значит, пусть цветут. Здесь они точно все цветут, все цветы, включая кактусы, да. Потому что таксик крокодил, по-моему, это уже предел. Вот, мы разнообразные. Мы этим и сильны. Каждый представляет собою только самого себя. Нет стандарта, который определял бы всё, что в тебе есть. И цвет глаз, и цвет волос, и свои способности, и твои интересы, и твоя привычка, и твою речь. Нет этого. Ты будь собой и достигни в этом успеха. И тогда все остальные будут радоваться, что ты такой есть среди них, в их обществе, которое кажется тебе иногда чужим, чужеродным, вот таким вот одинаковым паттерном из абсолютно стандартизированных таксиков, да, вот, который нас встречал на первой странице. Это очень глубокая мысль. Посмотрите, с какой силой художник её передаёт простейшими средствами. Декоративно, очень наглядно, очень ярко. Эта книга понравится ребёнку. Она прежде всего пленит своими красками, да, своей вот этой вот потрясающей совершенно дизайнерской красотой, да. А потом уже постепенно проникнет и сформируется, сформулируется вот эта идея, довольно сложная и для взрослого читателя, о том, как важно быть собой. Как важно всё-таки не чувствовать себя изгоем, потому что это не так. Современный мир как раз идёт к тому, чтобы не было изгоев, чтобы каждый нашёл для себя нишу, потому что только в нашем разнообразии наша сила, да. И вот эта мысль достаточно хорошо и чётко нарисована, да. Вот. И вот этот вот мир, да, как нафорзаться из сплошных-сплошных небоскрёбов, многоэтажек живых, да, он на самом деле внутренне прекрасен и разнообразен. Чудесная совершенно книга. Издательство «Поляндрия» выпускает одно за другое вот такие изумительные работы и в художественном смысле, и в идеологическом. И это прекрасная литература именно для самых главных читателей, для тех, кто только-только вступает в мир, таящийся под книжным переплётом. Спасибо за внимание.